Здравствуйте, дамы и господа! Наш сегодняшний гость Топик Абасов. Товик Малим, здравствуйте! Товик Малим, как Вас лучше представить нашим зрителям, как пресс-секретаря президента Азербайджанской республики, как основателя киностудии Баку Прястовы, как неукротимого работника Резерв ТВ или журналисты-политолога? Скажу все последнее, потому что все, что перечислили, это в основном все, что осталось позади, это по странице личной биографии, а так в данном случае, в данный момент я и возглавляю газету, еще и занят в политологической сфере. Товик Малим, вы более 15 лет работали на телевидении. Сначала работали на АСТВ, затем перешли на Лидер. Расскажите причину, почему вы решили покинуть телевидение и заняться, работать с южным сайтом. В душе остаюсь телевизионщиком, потому что телевидение – это такая сопротивлятельная сфера, которая облагает большим магнетизмом, и люди, которые действительно увлеченно работают в этой системе, могут это подтвердить. Это все-таки большая динамика, это все-таки нестандартность мышления, это вероятность, возможность именно догадать то, что произойдет, и заранее предсказать, еще и показать, продемонстрировать. Поэтому телевидение – это, будучи синтетическим искусством, еще и какая-то магия, которая действительно собирает очень большую аудиторию. Точнее, не случайно, что она собирает большую аудиторию. И как бы кто ни говорил, что телевидение – это вчерашний день, я с этим категорически не согласен, потому что телевидение – это еще и завтрашний день. Потому что люди привыкли к этому. Но не другое дело, что сейчас появляются интернет-ресурсы, есть электронные масс-медиа, но идет совмещение, идет, в общем-то, без конца сращение этих сфер. То есть, наверное, иной раз мы даже теряем голову, а где все-таки вот такое классическое телевидение? Ну, у вас сейчас интернет является велением времени, это вот необъятная сеть. И телевидение, в общем-то, очень благополучно как-то срослось с новыми электронными ресурсами. И мы сейчас наблюдаем очень оригинальный такой контент, когда есть вот такой сквозной переход, сквозная трансформация. Я это называю так, про себя гигантским славом наших масс-медиа. Поэтому я остаюсь все-таки в душе телевизионщиком и не могу сказать, что, в принципе, какие-то были особые причины. Но, вы сами понимаете, наверное, все-таки даже подсознательно, раз мы чувствуем, что вот мы какую-то свою миссию где-то выполнили, вот надо уже как-то находить новые какие-то формы, надо пробовать себя в других, например, сферах. Ну, признаю, что для меня, например, электронные средства масс-информации тоже были протягательными, тоже были очень аттрактивными, потому что это тоже веление времени. И хотелось в этом тоже себя попробовать. А что называется моих контактах с телевидением, то я с телевидением никогда не прерывал своих связей. Это, во-первых, не только потому, что есть очень много коллег, с которыми мы когда-то вместе работали, или там интересные лица, интересные персоны, которые сейчас появляются и привлекают именно своей оригинальной манерой подачи материалов и так далее. Ну и просто без телевидения, наверное, в сегодняшнюю жизнь представить трудно, что тем, кто вырос на этом попричь, и тем, кто является постоянным пользователем. А если поговорить о журналистике, изменился ли уровень журналистики с того момента, когда вы начали свою карьеру, и если сравнить его с сегодняшним днем? Меняется в жизни все, в том числе стандарты, скажем так, критерии профессии, в том числе журналистики. Я считаю, что есть изменения, к сожалению, позитивных немножко маловато. Почему? Потому что несколько раз мне приходилось, по просьбам наших коллег, по предложениям, рекомендациям наших коллег, проводить мастер-классы даже в учебных заведениях. Одно время я преподавал даже в одном из вузов бакинских на факультете журналистики. Просто приток случайных людей, которые, оказавшись в этой сфере, не совсем себя отягощают, обременяют тем, что надо все-таки оправдать свое присутствие в данном месте, вот это немножко создает вал такой неопределенности, я бы сказал. Конечно, есть позитивные у нас большие трансформации. И мне очень приятно бывает, когда азербайджанские журналисты, допустим, и с помощью интернет-телевидения, и с помощью наших телевизионных каналов частных передают актуальную информацию в онлайн-режиме или в оперативном репортажном ракурсе, значит, передают то, что происходит за пределами Азербайджана, вдалеке от нашей страны. Ну, это, конечно же, очень жадует, и когда акценты представляются очень объективно, правильно, это все-таки, я считаю, что это достижение нашей национальной школы, потому что одно дело, значит, привлекать людей, а другое дело привлечь еще и его поставить на рыльце, его еще обучить, его оснастить какими-то навыками, которые наиболее востребованы с позиции сегодняшнего дня. В этом смысле, конечно же, есть определенные успехи. Есть успехи в том, что телевидение – это все-таки зеркало жизни, как мы говорим, и желательно показать не самую ту сердцевину, которая по центру и так ее видно, а именно то, что немножко скрыто от общественных глаз. И поэтому, если наши телевизионщики умудряются, скажем, вот так, крупным планом показывать то, что не совсем видно всем, или кто-то смотрел, но не видел, и вдруг смогли уделить внимание этого человека или от какого-то пласта, вот к этой проблеме, к этому, скажем, герою, к этой проблеме. В этом случае, я считаю, что это все-таки успешный поиск, который дает позитивный, в общем-то, положительный результат. Ну, иногда приходится обескураться к тому, что, например, вот недавно, когда были минские события, то есть, точнее, события в Минске, когда вот «Нормандская четверка» освещала, значит, точнее, «Нормандская четверка» собралась в столице Белоруссии, там хозяин Лукашенко принимался, я говорю, высоких гостей, но там среди 50-50, 550 журналистов не было ни одного азербайджанского журналиста. То есть, как-то вот это событие оказалось, да, в неополе нашего внимания, наших коллег, я считаю, что это было большое упущение, потому что уже нельзя зацикливаться на собственном, на своем национальном. То есть, Азербайджан является частью мира, Азербайджан – это страна, где тоже решаются проблемы этно-территориального характера, и там фактически, в общем-то, разворачивались события, которые, если даже не прямой, но опосредственные отношения к нам имеют. И поэтому, исходя из этой, скажем, давности, все-таки надо было, в общем-то, диригировать. Конечно, не хотя бы ни одного, а может быть, там нескольких, там, не знаю, во всяком случае, есть государственные средства, масса информации, которые аккредитованы, аккредитованы столицей Белоруссии, Белорусской республики, и, естественно, это был их перевешивый долг, значит, заранее подумать о том, что надо получить аккредитацию и представлять свою. Конечно, еще и самое главное, не надо передавать то, что передают все, надо передавать то, опять же, то, что остается за кадром, потому что там все-таки были гранды мировой политики, и не стеснили. Косвенно казаться нас? Конечно, и там, кстати говоря, были еще эксперты из многих стран, те же страны украинские эксперты, я с ними сталкивался однократно, и в Харькове, и в Киеве, и в других городах бывшего Советского Союза, и в постсоветском пространстве, и, то есть, это люди, которые являются носителем эксклюзивной информации. Интересно все-таки, если освещаем какое-то событие, и есть какой-то Орел, который окружает это событие, все это надо, конечно же, охватывать, и поэтому, с этой точки зрения, нам нужно быть немножко настроены, как говорится, надо быть более активными, конечно. Вот что касается тележурналистики, например, в БГУ отсутствует факультет телевизионной журналистики. Может ли это быть причиной тому, что некоторые наши дикторы, например, у них отсутствует культура речи, и бывает, допустим, они говорят на каких-то диалектах, хотя, например, у нас есть государственный азербайджанский язык, например. Как вы считаете, вот ваше мнение по этому поводу? Ну, знаете, в общем-то, по мне, я начал работать на азербайджанском телевидении в начале 80-х годов, и тогда профессия диктора была очень престижной. Ну, как-то вот, ну, мне, например, даже предложили как-то вот попробовать, я попробовал себя в этой ипостаси, я даже читал закадровые тексты, даже в фильмах производства Азербайджана телефильм, потом работал вначале внештатно, а потом уже на штате. Например, мне было это неинтересно, потому что я знал, что в мире есть другая тенденция, когда сам производитель преподносит свой материал. Понимаете, одно дело, кто-то написал, вы написали, я выхожу и начинаю представлять ваш материал. Я считаю, что дикторское, так сказать, искусство – это уходящее искусство. Конечно, там эпизодически оно может и имеет право на жизнь, но все-таки погоду на телевидении делает все-таки персона. Персона – это же персонифицированная журналистика. Вы человек, который сам разрабатывает свою тему, сам ее пишет и сам ее преподносит, потому что это живая речь, это живые эмоции, это живая реакция человека на события. Другое дело, что насколько она объективна и субъективна, это тоже субъективна, кстати говоря, то есть каждый вносит свое решение. Но я считаю, что все-таки понятие крупный план, ТВ крупный план и персоны, вот эти три момента, три компонента, они все-таки решают все буквально на экране. Потому что как бы ни было, да, у нас были профессиональные дикторы, они сейчас тоже есть, но все равно представлять чужой материал, это все-таки, как я считаю, какая-то маленькая профанация. Телевизионное искусство, это то искусство, которому научить невозможно, можно научиться. У нас, насколько я знаю, есть телевизионная академия, которая вообще никогда не слышна, то есть номинальная эта вот структура есть, но чем она занимается, где ее, в общем-то, продукт, почерк, как идет там работа, как они набирают людей, по-моему, вообще там все стоит на месте, не знаю, насколько мне известно, там есть какие-то нездоровые настроения вокруг этой структуры, телевизионная академия, в общем-то, название очень такое, многообещающее, емкое, да, а вот на деле пока еще этого почка не видно. Как вы считаете, необходима ли цензура для СМИ, и вот как с этим обстоят дела у нас в печатных и в телевизионных СМИ? Кстати, очень такая болезненная тема, которую долгое время мы, в общем-то, вынашивали, мы ее обсуждали, у нас проводились большие дискуссии, у нас были очень мощные столкновения, но я считаю, что цензура нет, сама цензура должна быть в обязательном порядке, потому что мы, в принципе, живем среди людей, вы знаете, сейчас у нас телевизионные каналы, в борьбе за популярность, в порыве рейтинга творчества, как это я называю, они иной раз удаляются, я бы сказал, в откровенно такие неблаговидные, в общем-то, ситуации, они оказываются в тисках казусов и так далее. Сами, то есть, внутри себя не могут определить они это, насколько, допустим, это допустимо, насколько это, в общем-то, приемлемо с точки зрения общественного восприятия, с точки зрения культуры нашего народа, с точки зрения вообще эфирной этики. И я считаю, что в последнее время у нас довольно часто, в общем-то, происходят именно вот те очень нежелательные казусы, которые становятся и предметом широкого обсуждения в социальных сетях, в профессиональной нашей прессе, на тех же телеканалах и так далее. То есть, отсутствие самоцезона, когда ведущий, скажем, автор программы считает, что недозволено все, это, конечно же, очень удушающее состояние, удушающее, потому что бывает порой даже обидно за себя, что ты смотришь это, и вот на месте начинаешь кипеть, и думаешь, ну, неужели человек не понимает, что это недопустимо, что это за дела, чьи-то интересы, чьи-то, не знаю, там, чувства, чьи-то эмоции и так далее. То есть, есть какая-то золотая середина во всем. Можно самую грубую, не знаю, можно даже запрещенный прием использовать, чуть-чуть его смягчить, в общем-то, и формой, и, может быть, какими-то эмоциями, к слову я говорю. А когда люди прямиком, вот, рубят с плеча, вот, там, прямоременно, прямо в лоб, конечно же, это очень не стыдно и обидно, и, самое главное, непозволительно, потому что все-таки телевидение – это искусство массовое, которое охватывает. И в тех, кто результатов много удалось? Беспертно, конечно, огромная аудитория, и тут не все адекватно, или, допустим, не все воспринимают это так, как, допустим, подразумевал автор программы, или ее составитель, или ее, там, не знаю, ведущий. Вот, и надо в этом смысле, вот, мне кажется, все-таки, 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 больше думать все-таки о самоцензуре, потому что самоцензура, она, во-первых, воспитывает себя, человека самого, а, с другой стороны, в общем-то, позволяет ему держать вот на приличной дистанции возможных оппонентов, чтобы потом не стать самым объектом критики. А вот, как вы считаете, вот сейчас количество, допустим, развлекательных передач на нашем телевизии намного превышает интеллектуальные. Хотя, в принципе, вы, наверное, согласитесь, что первоочередную функцию, функция телевидения, это образовательная и просветительская. Вот, почему у нас такое происходит? Ну, на мой взгляд, другая обрадация, я считаю, что телевидение первым делом должно информировать, развлекать и просвещать. Конечно, нельзя все-таки профанировать этот процесс и заманивать телевизионного зрителя в ломо развлекалки, потому что развлекалка то, понимаете, то есть у него есть свое время, в общем-то, это, естественно, ближе зритель, свой пласт, ближе к уикенду, там, не знаю, в общем-то, праздничные какие-то дни отдыха и так далее. Но нельзя, в общем-то, затушевывать или забегать назад, в общем-то, основные, в общем-то, блоки, это информационные блоки, это аналитические блоки, которые сейчас особенно, в общем-то, интересуют людей, потому что, в самом деле, происходят очень жестокие события. Я считаю, что все должно быть дозировано, все должно быть оправлено с точки зрения ожидания телевизиональной аудитории. Есть разные времена суток, разные дни, недели, месяцы, есть праздники, есть жесточайшие будни. То есть надо все-таки более оперативно учитывать именно время суток и время, которое мы живем в этой жизни. Но, с другой стороны, еще есть понятие специализации каналов, потому что есть каналы, которые без конца развлекают, любят это делаемых, это где-то что-то получается. Есть каналы, допустим, более информационно-аналитические. Но, к сожалению, вот у нас пока еще вот эта структуризация, она еще никак не воплотит, никак не разберутся со своей специализацией. Они повторяют друг друга. В буквальном смысле этого слова. Даже вот вы можете обратить внимание, когда интервьюируют каких-то знаковых фигур по каким-то событиям и моментам дня. Буквально там вы можете увидеть лейблы всех микрофонов, которые приезжают тому, другим, пятым, десятым каналам. Так, ну и потом... Ладно уж, события есть события, оно привлекает внимание. Совсем другое дело, что потом в эфире они точь в точь повторяют друг друга, понимаете? То есть они даже не обременяют себя тем, чтобы немножко дать отличный от других материал свой подход, свой формат, свое представление. То есть при моделлении идет повторение одного и того же, скажем, кадра, одного и того же тематической разработки и в этом, в этом, в этом, в этом канал. Спасибо большое за очень интересное интервью, за такую интересную беседу. Спасибо вам, что вели бы время, пригласили. Я желаю и вам удачи, и нашим зрителям, нашим пользователям информации. Я хочу, чтобы у них всегда было по-хорошему настроению и немножко благодаря всем нам.